Тесла подает в суд на производителя электромобилей Rivian и заявляет, что конкурент украл коммерческие секреты компании и переманил сотрудников. В иске названы четыре бывших сотрудника Тесла, которые якобы имели доступ к конфиденциальной информации. Тесла обнаружила, что сотрудники, которые переходят в Rivian, тайно крадут сведения, представляющие собой коммерческую тайну, которая особенно полезна для начинающей компании по производству электромобилей. Rivian поощряет эти кражи, даже несмотря на то, что компания хорошо знакома с обязательствами работников Тесла в отношении конфиденциальности. В Rivian работает около 2300 человек. Компания Илона Маска утверждает, что 178 из них – это бывшие ее сотрудники. Представители Rivian заявляют, что утверждения этого иска являются необоснованными и противоречат культуре, духу и корпоративной политике. После трудоустройства компания требует, чтобы все сотрудники подтвердили, что они не будут внедрять интеллектуальную собственность бывших работодателей в систему Rivian. Стартап был основан в 2009 году выпускником Массачусетского технологического института Робертом Скарринджем. Отметим, что в состав инвесторов Rivian входят Amazon, BlackRock и Ford Motor. Компания привлекла почти 6 млрд долларов и планирует начать производство своего дебютного аккумулятора R1T и внедорожника R1S к середине 2021 года. Производитель обещает более 400 миль на одной зарядке. Его машины созданы как для бездорожья, так и езды по шоссе. Ранее сообщалось, что цена на эти модели составит около 70 тысяч долларов. У компании также есть соглашение о выпуске более 100 тысяч полностью электрических фургонов для доставки продукции Amazon. Подробнее об этом читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. Частные инвестиции 2020. Планы на осень. Познакомиться с результатами тех инвестиционных идей и решений, которые были озвучены ранее. Услышать прогнозы по курсам рубля и доллара, золоту и нефти. Сориентироваться в доступных рынках и инструментах. Понять, какой уровень доходности достижим сегодня при активных инвестициях. Выбрать свой стиль инвестиций до конца 2020 года. Составить собственный план и архитектуру активных инвестиций на 2020 год. Открытый инвестиционный вебинар Яна Арта на канале Finversia 22 августа в 18.00 по Москве.